Люкс ФМ представляет Ты не стесняешься, что ты так дорого одеваешься? Нет А ты носишь оригиналы или все-таки вот реплики? Булай файка До свидания, Алина Иду Всем привет, меня зовут Василиса И я эксперт по звездным лукам Да-да-да, почему эксперт? Потому что я сама так решила Сегодня мы решили сравнить шмотки двух известных украинских блогеров Алины Фрэнди и Кирилла Скачкова Он же Ю Капкейк Давайте посмотрим, сколько они могут позволить себе потратить на свой лук Алина Фрэнди, фэшн-блогер из Тернополя Девушка из поколения Гензет Инфлюенсер и настоящая Итгел Она создала собственный бренд и покорила 280 тысяч подписчиков своими классическими луками Кирилл Скачков, он же Ю Капкейк В прошлом владелец кондитерской А в настоящее время успешный блогер с многочисленными сторис и уникальным стрит-стайл стилем На него подписано больше 250 тысяч человек В его гардеробе можно найти как люкс-бренды, так и демократические спортивки Ты стилист? Или ты дизайнер? Или ты блогер? Кто ты? Я не знаю, меня называют насправді по-різному Я себя позиционую Как фэшн-блогер, как дизайнер, ускільки менеджер Ты ж пришматнился нормально так? Притяжковался? Ну, что-то есть, да? Прибарахлился, да? А вот всем всегда интересно, на чем зарабатывают популярные блогеры Вот на чем? Вот если не секрет Это не секрет, все знают, это реклама А вот не стыдно тебе, что ты фэйки рекламируешь? Нет Я рекламирую фэйки, и с этих денег я могу покупать себе оригиналы Были фэйки, колись на цьому так не акцентували И это было нормально, в Украине очень много десяток ходили И ходят, будем открывать И я ходила, а потом... И ходишь? Нет Сейчас у меня на это табу Мы не рекламуем фэйки, мы не рекламуем домашнюю косметику, которая не имеет сертификатов А ты носишь оригиналы или все-таки реплики? Я не носу и... ну я просто не понимаю зачем это Помнишь первую вещь вообще свою брендовую, которую ты купила и прям вот оно? Что это было? Я помню, вот все, вона моя, я хотела каждый день, вона мне подходила Это была сумма фурла Метрополис серого кольера Но я схожу, знаю, по сегодняшний день, это такая моя знаковая речь А вот если ты приезжаешь на шопинг куда-то, какая сумма, которую тебе максимально не жалко потратить на одежду? 15-20 тысяч, все за раз Гривен или доллар? Гривен Я с холодным розумом стараюсь до этого подходить Ну а были вот какие-то такие шмотки, на которые ты зажал прям? Денег прям тебе было? Косовки Versace в последнюю коллекцию стоили 2 тысячи долларов, да? Жалко, все-таки не можешь себе пока позволить Я могу, но просто у меня очень много обуви всего Я просто понимаю, что я скупаю и очень много денег на это трачу Ну то есть я одеваю один раз речь и потом ее не ношу Ты не стесняешься, что ты так дорого одеваешься, нет? Ну я не считаю, что это дорого Кто-то дороже одевает Давай сейчас поговорим о твоем луке Да Мы сейчас его разберем Начнем с костюма Это твой бренд Да, да Сколько этот костюм стоит? 4800 4800 Водолазочка Это бренд украинский Mimare Мы с ними співпрацювали Вони подарили мне Ну приблизительно Я думаю до 1000 гривен точно Окей Туфли Казахстан Майкл Корс Ну конечно Майкл Корс 6800 Нормально Да, нормально Я часи еще у тебя заметила Часи Касю Это Касю Да Мені дуже сподобалось Ретро 100 долларов где-то да Да, даже меньше Мы купили его в Дьютифри за 70 евро, мне кажется Симпатичный Да, гарный Такий минималистичный А вот насчет вот этой сумки Мы сейчас будем очень долго разговаривать Потому что мне кажется Она стоит Как бюджет Маленькой африканской страны Сколько? Это Кристиан Диор Да Это Кристиан Диор Это же оригинал, правда? Это оригинал Это подарок человека на Василия Ну 2300 фронт До свидания, Алина До свидания, Алина Иду То есть это у тебя оригинальная Гуттика? Да Тысяча евро Тысяча евро Тысяча евро Вот так вот тысяча евро народ Свитер Свитер я купил в Грузии Арманий и Ксенч за 250 лари То есть ты поехал в Грузию За 250 лари Кстати, лари сколько там На 10 надо умножать На 10 Это 2 Это Арманий 2 500 Серьезно Станы Кто-то за треник Это в них впал Ночевал Что происходит? Пузыри Это модно Пузыри 700 гривен Полгир Очки Томфорд 9000 9000 гривен Часы это Очень понятно сколько Я не помню Подарили? кроссовки кроссовки это adidas сыров с коллаборацией 10000 гривен то есть это все то купленные за твои кровные заработали на рекламе ну что сегодня настоящая бита популярных блогеров пожалуй начнем с алины девочка и стилист одета конечно модно и со вкусом личные костюмы мужского кроя это и моя любовь с ней можно безграничное экспериментировать можно и подпоясывать широким поясом можно носить и на голое тело и даже можно с толстовками и кроссовками это универсальная вещь гардеробе каждой девушки что касается это костюма на алине в принципе уместно так как сейчас зима но ей же не 40 плюс 23 года нужно быть немного дерзкой и не бояться носить яркие оттенки даже повседневных луках сумка christian dior прекрасно надеюсь это не подделка ведь самым дорогим в образе должна быть как раз сумка и обувь обувь кстати немного смазанная на линии я не понимаю зачем здесь казаки такая модель определенно трендовая но мы видим данном случае только носок и меня это смущает это вообще законно прятать такую дорогущую и красивую обувь под брюками мне кажется это прям а для истинных модниц казаки нужно показывать и носить их с летящими платьями и джинсами конечно чуть-чуть не в те ворота сюда я бы подобрала сапожки на каблуке и может быть не стоит надевать обувь под цвет сумки алина переходим кириллу эх кирюша в образе заблудившиеся бомжихи запомните надев на себя все трендовые и брендовые шмотки одновременно это не значит что вы будете выглядеть стильно twitter со спортивками это очень странно кстати я не спешу говорить треники это ужасно потому что этот тренд ходит по улицам парижа но его нужно правильно уметь поднести я поделила образ кириллу на две части наверх и низ на самом деле мне нравится низ давай в обычную базовую белую футболку сверху можно вытянуть весь вид ибо свитер сам по себе хорош но если же кирилл хочет выглядеть стиля спортшик то ему стоит погуглить как это правильно делать кроссовки вообще огонь сумка gucci да плюсы логомания уже много сезонов является в топе сравнивая двух блогеров и учитывая все плюсы и минусы этих двоих конечно же на стороне алины кириллу еще работать и работать над своим чувством стиля так что отправляем алину модный дом а кириллу все еще стоит подождать за стойкой в каком-то пабе а теперь давайте послушаем мнение офисного планктона о луках наших блогеров знаешь этих двух персонажей сожалению почему к сожалению доведела stories скачкова я видел конечно каждый день смотрю кириллу тебя классный stories продолжай в том же духе скажи пожалуйста как ты думаешь вот кто из них стильнее одет ну наверное никто скажи а кто дороже ну я вижу что у этой женщине в руке седло есть 20 там чуть-чуть лет почему женщины девушки простите у нее этот и алина ну значит короче у нее седло в руке я знаю что такие седло дорого стоит и наверное все таки она побеждает тело были ты кого-то из них периоде до кирилла скачкова хотела бы переодеть по что я думаю что ему бы пошел костюм отваленных людей кто по твоему мнению из них лучше одет кто более стильный ну девушка мне больше нравится но молодой человек тоже неплохо ты бы так оделся как кирилл кирилл смотря для какого мероприятия так как я больше в офисе то понятно вы нет а вот это выйти на улицу так проще галять с бананкой то да в принципе норм кто из них дороже одет ну больше всего наверно молодой человек дороже одет а тебе больше из них нравится как одет не просто как выглядит внешне ты меня уже знаешь злякала но если честно никто не подобается вообще но если выбирать из двоих слуха и егип костюм я не вдягла а про его я вообще подумал как думаешь кто из них одет дороже канина в ее костюме досыть на мой погляд дорога али мене не подобается кольор а его схоже ну и на брендовые речи в той же час не бы он сходил на секонд-хенд и десь вирус соби светрик штаники и дяг их и пешок давай я так жіночу солидарность трешечки включу и за женку проголосую думаешь алина одета дороже да то из них одет лучше по твоему мнению более стильно одета мне кажется девушка а вот так на ярко молодежно то кирилл а тебе вот лично кто больше нравится кирилл кирилл ты понял у кого из них вещи дороже я думаю все таки у девушки сколько затягивает ее лук где-то на тысячи две долларов я думаю кто из них лучше одет по твоему мнению но странно сравнивать мальчика и девочку но кирилл как будто он траурный немножечко черная но девочка не знаю я бы не хотел чтобы моя девушка так одевалась кого дороже вещь я думаю что у али кто-то из этих персонажей может фейки таскать да кто ка из вещей кирилла тебе больше всего нравится и чтобы ты себе забрал apple watch боящая на заработок ну чтож мы послушали мнение профессионального стилиста услышали мнение сотрудников трк люкс офисных работников но все-таки решать вам кто же круче выглядит алина фрэнди или кирилл ю капкейк пишите ваше мнение в комментах под видео и расскажите почему а мы выберем лучший комментарий и подарим подарки от нашего youtube канала